Приветствую всех членов Высшего Церковного Совета. В этом году такой сквозной темой для наших размышлений является столетняя годовщина трагических событий 1917 года. И я хотел бы что-то в связи с этим тоже сказать в качестве вступительного слова. Мы осмысляем то, что произошло сто лет тому назад. И вот недавно вместе молились в Донском монастыре, где 18 ноября 1917 года на Патриарший престол был избран Святейший Тихон. И уже в эти дни, столетия назад, как известно, начались нападки на Церковь. 13 ноября до избрания Святейшего Тихона был убит священномученик Иоанн Кочуров. Затем была пролита кровь многих новомучеников, прославленных в лике святых. И начиная с церковного прославления, заканчивая научными конференциями, кинофильмами и выставками, все это имеет свое особое значение в деле сохранения исторической памяти о трагических событиях тех дней. Важно, что в годовщину революции появляются и новые памятники. В Москве, например, были открыты два мемориальных комплекса «Сад памяти» на Будовском полигоне и «Стена скорби» на пересечении проспекта Сахарова и Садового кольца. К великому сожалению, открытие «Сада памяти» не было удостоено должного внимания со стороны общественности и СМИ. А ведь этот мемориал не на условном месте, это мемориал на том месте, где расстреливали людей и где они лежат своими останками. Поэтому очень сожалею, что открытие этого первого мемориала действительно прошло незамеченным для многих СМИ. Но каков смысл всех этих мемориалов? Наверное, в первую очередь, это то, что мемориалы призваны видимым образом напоминать нам о прошлом и, видимо, для того, чтобы ничего подобного в будущем не произошло. Мемориалы не могут быть просто каменными изваяниями. К ним должны приходить люди и согревать холодные камни своими воспоминаниями и размышлениями. Для Церкви главное событие XX века – это подвиг новомучеников. Для нас посещение мемориалов, посвященных жертвам репрессии, это повод для молитвы. Каждый православный человек, подходя к таким памятникам, призван молиться новомученикам. И молитва – это напоминание, что Бога все живы, что Господь победил смерть. Смерть победил своим воскресением. И что есть главный судья и высший суд, от справедливости которого никто не уйдет. И дай Бог, чтобы воспоминания об этих трагических событиях, столь глубоко прикоснувшиеся ко всем нам в этом юбилейном году, стало частью в том числе и нашего взгляда на историю, нашего понимания прошлого. И помогало нам, в первую очередь, пастылям, таким образом обращать свое слово к пасомам, чтобы воспитать в людях категорическое неприятие революций, гражданских конфликтов, мятежей, репрессий и всего того, что надрывает жизнь людей и отбрасывает страну в прошлое. Год столетних воспоминаний должен всех нас привести к позитивному результату. к некоему пониманию того, чего никогда и ни при каких условиях не следует делать людям и к тому, какие уроки нужно извлекать даже из самых трагических страниц нашей истории. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо.